Порошок ликоподиум является гидрофобным, то есть он не смешивается с водой. Вообще. Вы можете вылить воду в ведро с этим материалом, окунуть туда руку, и она окажется полностью сухой. Но самый распространенный способ использования ликоподиума в фейверках и взрывчатых веществах, тем не менее, его нельзя зажечь как порох. И его также нельзя воспламенить электрическим зарядом. Маги и голливудские специалисты по спецэффектам используют его все время, потому что порошок ликоподиум полностью инертен, пока не будет добавлен один компонент в воздух. Если подбросить горсть порошка, воздух попадает между молекулами так же, как между бревнами в костре. Внезапно вспыхнет неискро, получится огненный шар. Все, что для этого понадобится, это порых ветра. Вильям Амбро Спайсер не родился адвентистом седьмого дня, но он принял Христа в возрасте 14 лет, после посещения богослужения, возрождения и чтения Великой Борьбы. Когда ему было всего 16, он должен был прервать учебу в школе, чтобы ухаживать за своим отцом, который недавно перенес инсульт. Спайсеру нужна была работа, и он нашел ее в санатории в Баттл Крик. Молодой Уильям работал весь день, а вечерами проходил курсы секретаря. В 22 года он переехал в Англию, где Стивен Хаскелл, который был тогда президентом конференции, предложил ему работу. Хаскелл был миссионером в Англии, но, что интересно, Англия посылала военно-морские силы купцов, ученых и других людей в далекие уголки Африки и Индии. Западный колониализм распространялся по всему миру. Влиятельные страны руководствовались только экономической и политической выгодой, представлениями о расовом превосходстве, а также придавали большое значение разведке. Бывало даже, что колонизацию отдаленных земель оправдывали распространением христианства, и хотя перспективы миссии были туманными, бесспорно то, что колониализм помог создать основу для деятельности честных, христоцентричных миссионеров, которые делились любовью Христа. На тот момент миссия адвентистов седьмого дня была как будто парашютист на краю пропасти. Она имела такой большой потенциал, готовность в любую секунду, как малыш, который учится ходить, как порошок ликоподиум рядом со свечой, готовый зажечься, если его встряхнуть. А Уильям Спайсер был подобен ветру, который сделал это. Ветер Спайсера начал дуть в 1892 году, когда он был назначен секретарем Совета новой иностранной миссии. Год спустя африканский премьер пожертвовал 12 тысяч гектаров земли для адвентийской церкви. Это позволило Спайсеру организовать миссию Солуси в Зимбабве, первую из сотен африканских миссий. В 1898 году Спайсер получает два сообщения. Первое — призыв быть миссионером в Африке, второе — в Индии. После молитвы и семейного совета Спайсер принимает вызов отправиться в Индию. Он становится миссионером и редактором первого журнала адвентистов в Индии — «Восточный сторож». Но Спайсер не стал подрывной силой, пока через несколько лет не вернулся в Соединенные Штаты. Он служил в качестве секретаря при президенте Генеральной конференции Дэниэльса, а затем Дэниэльс заменил его, когда Спайсер стал президентом. Вместе эти двое служителей вели церковь в течение первых 30 лет 20 века, и они сделали для распространения адвентийской вести то же, что Генри Форд сделал для автомобильной промышленности. Форд посещал миссокомбинат и обратил внимание, что все рабочие стояли в ожидании продукта, который должны были направить к ним. Почему бы не сделать то же самое для автомобилей? Так родилась идея промышленной сборочной линии, а затем и инфраструктура, обеспечивающая основную работу. На рубеже веков стало ясно, что нисходящий стиль руководства церкви потерпел неудачу. Хотя он работал в небольших местных церквях, но перестал быть эффективным в церквях, расположенных на разных континентах и островах в океанах. Дэниэльс предложил Союзу конференции передать местным жителям, знакомым с конкретными потребностями региона, полномочия на их территории. Во время правления западного империализма, некоторые лидеры, как, например, Тедди Рузвельт, использовали дипломатию линейного корабля. В разгар ненасильственного конфликта военно-морской флот одной страны был виден с берега другой, демонстрируя всю свою силу. Этого зрелища было обычно достаточно, чтобы решить вопрос в пользу той страны, у которой крупнее пушки. Такое мышление заразило также иностранные миссии, и Спайсер знал это. Он поднял вопрос американского национализма, говоря, «Ничего хорошего в том, что вы несете с собой из Америки чувство национального достоинства. Миссионеры слишком часто строят барьер между собой и каждым, кто не является американцем. Уильям Спайсер написал по крайней мере восемь книг и никогда не имел автомобиля. Он всегда путешествовал на поездах и не покупал того, за что не мог заплатить наличными. Наш адвентийский колледж в Индии назван в его честь. До Спайсера в 1880 году церковь имела восемь зарубежных миссий, в 1890 году все еще только восемь миссий, но к 1900 году появилось 42 миссии, в 1910 году их было уже 87, в 1920 году — 153, а в 1930 году — 270 миссий в более чем 50 странах. То есть приходилось по три иностранных адвентийских миссионера на одного работающего в США. Спайсер поджег воздух, и ликоподий взорвался. Данный материал предоставлен при поддержке телеканала Надея. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова